От Луки, Святаго, Евангелие, Чтение, Слава Тебе, Господи, Слава Тебе! Рече Господь, притчу сию, Из Идисея, из Тесея, из Тесея, сей Тим, Семя Свое, и когда Он сеял, Иное упало при дороге, и было потоптано, И птицы небесные поклевали Его, А иное упало на камени, И взойдя засохло, потому что не имело влаги, А иное упало между тернием, И выросла терния, и заглушила Его, А иное упало на добрую землю, И взойдя принесло плод старичный, Сказав сие, возгласил, Кто имеет уши слышать, да слышит, Ученики же спросили у Него, Что бы значила притча сия, Он сказал, Вам дано знать тайны Царствия Божия, Опрочем, в притчах, Так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют, Вот что значит притча сия, Семя есть Слово Божие, А упавшие при пути это суть слушающие, Которым потом приходят дьявол и уносят Слово из сердца их, Что бы они не уверовали и не спаслись, А упавшие на камень это те, Которые когда услышат Слово с радостью принимают, Но которые не имеют корня и временем веруют, А во время искушения отпадают, А упавшие в тернии это те, Которые слушают Слово, Но отходя заботами, богатством, А наслаждениями житийскими, Подавляются и не приносят плода, А упавшие на добрую землю, Это те, которые, услышав Слово, Хранят его в добром и чистом сердце, И приносят плод в терпении, Сказав это он возгласил, Кто имеет уши, слышит, да слышит. Слава тебе, господи, слава тебе. На самом деле, вот любому из нас знакомы все четыре состояния, Которые были рассказаны в притче. Это вот не только касается духовной жизни, Это вот касается даже каких-то житийских вопросов. Бывает так, что любое дело у нас ладится, Мы его делаем с радостью. Даже когда не ладится, не делаем мы никакого дела, Вот просто у нас ничего мы не делаем, Но у нас очень нет на душе и радость. И мы этой радостью делимся с другими, Это уже тоже приносит плод. А бывает так, что все абсолютно валится без рук. Состояние полнейшей оставленности, И непонятно, зачем я вот здесь живу, И зачем вообще родился, и что будет дальше. Вспоминается уже просто первая часть книги, Экклезиасию, Сулита, Суит, И зачем все то, что происходит вокруг нас. Все эти наши состояния, Точнее разница всех этих состояний, Первое идеальное, Остальные три это уже следствие нашей поврежденной природы. Но мы не должны забывать, Что в любом случае, В случае даже вот таком, Когда мы находимся близко к отчаяниям, Иисус Христос, Он все равно с нами, Он не стена, Он дверь. Вот и даже если мы находимся На какой-то каменистой местности, То здесь все равно разбросаны Эти самые вот зерна Евангелия. Надо постараться их найти, И нагрести немножко земли, Где-то добыть, Там хотя бы поигрышню воды, И чтобы хоть как-то, Чтобы взрастить хоть маленький росток, И перенести его на то место, Где хотя бы терния много, Ну и так далее. Что благодатная помощь Божия, Она всегда с нами. И в притче вот не случайно сказано, Что вот сеятель это, Собственно говоря, Сын Человеческий, который сеет, Он сеет в любых местах. Ему по большому счету все равно, В каком сердце посеять силы, В добром или в злом. Ему главное, чтобы оно Рано или поздно взошло.